Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok кто-то еще что-то то есть мне где как человек если я начал делать то надо делать например я обижаюсь на людей что они не выдерживают творческой работы все хотят больше может быть свободы или не понимаешь такое середа серьезная работа есть иначе вот я просто служил в ансамбле песни и пляски я знаешь такое мероприятие который не отменить а многие люди не понимают они ты мой да может отменить я понимаю что люди которые участвовали в группе они еще где-то параллельно ну в принципе в принципе да у нас вообще творческое объединение лепрозориум это действительно творческое объединение было можно я вступлю как ваш разговор и чтобы чуть-чуть представить александра аудитории да расскажу как мы с ним познакомились потому что у нас все наши фильмы концерты музыкальные они все-таки по большей части представляли всегда шансон хотя александр фрумин рок волну как проект заявил несколько лет мы делали несколько лет мы делали успешно а вот с коллективом александра терещенкова 13 человек нас познакомил аранжировщик студии ночной такси замечательный петербургский музыкант дядя витя как говорит александр виктор николаевич смирнов вот и он пригласил эту группу на запись одного из наших фильмов концертов но сразу предупредил помнишь аркаш он говорит ну ребята они так немножко выглядят как панки но на самом деле когда у нас появляется рок коллектива мы всегда вспоминаем что александр фрумин задумывал свою компанию в первую очередь как компанию где музыканты где творческие люди могут представить свои интересные творческие проекты александр как раз этими этим именно и занимается и задумывал как компанию где не только звучит музыка шансона по-русски хотят всегда приоритетное было направлению но именно более широкое поле музыкальное он хотел задействовать чтобы музыкальный независимый стиль и направления и музыканты представляющие их могли здесь рассказывать о себе так вот александр терещенков известен как раз как музыкант объединения независимую лепрозориум о чем аркадий начал говорить до существовала спрашивать выяснять что то что к чему да потом была создана группа 13 человек а встретились мы в эфире сегодня потому что александр терещенков скоро предстанет на своем спектакле отчетном перфомансе за 13 лет может быть даже что-то вот это как сейчас и год подходит концу грубо говоря кармически хочется что-то доделать вот-вот будет показан его проект пятница тринадцатая да пятница тринадцатая как будет называться ваш проект где можно будет его посмотреть большая улица большая конюшенная дом 9 театра студия 51 это выпускники фельштинского вот мы с ними по помещению и по немножко по творческим задачам сотрудничаем вообще чудесное место мне очень нравится что-то театрик небольшой вписался в какую-то достаточно барную или клубную зону очень классная когда не только бары а вдруг театр есть а может это вы для них вписались может быть не знаю самое мероприятие на будет проходить в формате музыкального концерта представления какого-то перформанс заявлен по сути я хочу больше зрителя вовлечь на самом деле просто в песни что и что я делаю изначально тоже песня создаются я не как-то надуманное что-то делаю вроде как она приходит откуда-то песня вот это все совокупность каких-то случайностей то есть и для меня главный сам вот эта песня я представляю все-таки авторский материал кроме себя еще нескольких человек но это действительно самобытные авторские люди и не все может быть качественно да но все очень самобытно по наполненности от души да а качеством естественно я думаю с опытом будем насколько уже появится возможности потому что так ну даже на плохой гитаре мы можем сыграть хорошо грубо говоря пока что это отлично когда будет хорошая гитара и вообще еще круче будет все а можно вопрос до того времени как вы ответите на варку на вопрос аркадия про ли прозориум он интересен тоже но и мне интересен аудитория будут расскажите александр о себе как о музыканте вообще как как ваш творческий путь там начинался что заканчивали о если да когда-то в школу меня дали на каких музыкальных инструментах играть как вообще пришли к тому что группы стали создавать ну немного о себе ну быстренько вкратце в общем когда-то в школу меня отдали родители с музыкальным уклоном обычную школу образовательную в общем по классу фортепиано у меня были хор сальфеджио фортепиано какие-то дополнительные занятия помимо основных предметов вот и так повезло что в пятом классе по-моему ко мне пришла клавишница группы краденое солнце там ночных снайперов что такое он еще где-то играл вот и с того момента я начал что-то грезить создание группы как одноклассница нет как учительница по фортепиано в эту школу но вся стажировка естественно вот и я сразу начал что-то создавать короче пошел к заучу выпросил класс собрал где-то человек четырех короче у нас там первая группа седьмого класса вот а потом я стал сниматься в сериале обж попал через кастинг это был питерский сериал такой молодежный уже вот и где-то там 17 серий отыграл но на тот момент я еще даже на гитаре толком играть не умел а даже даже оба же было чуть-чуть до короче там мне дали гитару кто-то дали гитару я умолял там покажи аккорды в итоге мне ничего не показали я сам открыл этот самый самоучитель и посмотрел эти точечки на грифах вот с этого все началось как бы потихонечку а потом уже в студенческие годы это русско-христианская коммунитарная академия на религиоведы я пошел учиться вот и там чего себе и там в общем нас интересно что там я делал то да там уже уже мы лепрозориум по-моему создали вот в этом-то там настолько свободное заведение по какой-то внутренней студенческой работе то есть у него не были библиотечники там или я черт из пилота выступал там мы записывали кстати вот уже буквально или кто кто еще еще раз учебное заведение русско-христианская гуманитарная академия русско-христианская то есть рок это не бесовщина надо еду без и не без этого и здесь нишу рок всяк там на самом деле я могу рассказать такую штуку к нам в гости приходили людям галактическая федерация слышал слышал можно в общем ортодокс рок то есть люди но серьезно это чуть ли не в церкви играть можно почему у меня есть песня мне например который я бы очень хотел сыграть где-то на духовных фестивалях колокольный звон например там нас если не будет дать сегодня нет записи будут быть мы же очень сложно музыкантом я считаю выжим выживать чтобы создать когда-нибудь уже хорошую качественную запись действительно материала не чтобы там действительно чтобы группа сыгралась что появилась вот это вот ореол сыгранности они по отдельности каждый инструмент записать то есть поэтому все будет материала много и мы нужен по своим же нужен постоянный состав групп да ну вот именно состав получается сейчас определился да мы к 13 числу я говорю у нас новый состав значит ну вот с этими людьми я собираюсь дальше работать мне нравится как они работают они заинтересованы они 13 люди да вроде все заинтересованы хотя иногда настолько нервная бывает работа когда уже начинается вот такие авралы перед концертом начинаются какие-то где где лепетируете вот я уже как год практически занимаюсь собственной студии на горьковской вот она называется пир студию туда можно прийти человеку с ультискать запиши вот я так сказать так скажу у нас студия достаточно за закрыты но вот если вот объявление объявлений нету но если кто-то знакомый музыкант или через просто обратился да ну да что то вроде того потому что я я просто не хочу выкладывать в интернет чтобы эти звонки там типа когда прийти сетка там заполнять самого себя предлагать придется что насчет все таки ли прозориума значит он появился в студенческие годы сколько там было человек это у нас сыграла на самом деле это вот у нас играла много людей на самом деле ты то есть но и перечислять сейчас не буду хотя хочется сейчас голове они всех я всех представил ребят всем привет кто нас играл в лепре там ну и много поменялось ли ну человек наверное мне кажется 15 там переиграла 20 а бывало что и 7 человек на сцене и 8 вот вот в одно время сколько ну мы всяким увлекались например у меня там и индастриал мне нравилось я на железяки находился кейды человек и играл на железячка например ухты кроме барабанов еще там железяки какие-то были подзвучены прям как слипкноте когда-то там был чувак один просто бьет по бочке ну круто что же на самом деле предлагает небольшую музыкальную паузу прошу назови мне это который мы будем ставить и пусть ему в эфир а давайте так что у нас барка была первая да 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 ну давай сейчас может или прозориума что-то окажу что какую акустическое чего-нибудь или меня на самом деле очень зашла песня веселой человек дала веселой человеке это мне хоть хотелось отметить в эфире это я сделал сам музыкантов здесь нет все сам собрал на в гараж бенде это типа такая дымка но она прикольно получилось послушал ее в машине на том звуке послушал наушниках звучит круто поэтому дорогие друзья веселые человечки александр реченков к вашим услугам застуманил раз туманом небо приорканила дар ганом Возле щепечет пьяные снечки Здравствуйте, веселые человечки! Здравствуйте, веселые человечки! Здравствуйте! Здравствуйте, веселые человечки! Здравствуйте! Здравствуйте, веселые человечки! Здравствуйте! Здравствуйте, веселые! Грозно дым, перетяло, Все, что позабыто, все на голос Скочились запасы, высопнички Вот они, веселые человечки Здравствуйте, веселые человечки Здравствуйте Здравствуйте, веселые человечки Здравствуйте Здравствуйте, веселые человечки Здравствуйте Здравствуйте, веселые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро растуманило растуманом, Вышел на поклон, перед шаманом С зубками лызнулись, а мне притечил. Вот они, веселые человечки. Здравствуйте, веселые человечки, здравствуйте! Здравствуйте, веселые человечки, здравствуйте! Здравствуйте, веселые человечки, здравствуйте! Здравствуйте, веселые! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите на телеканале «Ночное такси» на YouTube, видео-версии наших программ «Рок-волна», «Стартовая площадка» и «Ночное такси». Стартуем вместе! Да, дорогие друзья, стартуем вместе. Продолжаем стартовать вместе с Александром Терещенковым. Эльвина нас покинула, но ничего страшного. Я думаю, что мы без него прекрасно вдвоем сыграемся. Значит, что-то я хотел такое спросить. А, вот. Значит, сейчас идет подготовка к концерту. Я понимаю, голова чумная. Абсолютно. Потому что я так правильно... Голова кипит. Понимаю, ты решил сам всем лично заняться. Ну, так получилось, на самом деле... Изначально вот собрались я, барабанщик и наш администратор. И я говорю, вот я хочу, на самом деле, у меня в этом году 13 лет на сцене, получается, с... — С шестого года? — С шестого года, да. — Потому что в том году было уже 13 человек и... — Липпозориум. На самом деле, первое тогда название было «Квартирник ни рыбы, ни мяса». — Ни вашим, ни нашим, я помню. — Не, я же как бы... Саша Рыба. Вот. А Дима, конечно, вроде не мяса. Ну, короче, мы прикалывались. Вот. Когда-то где-то... Вики, если она нас слышит, она в курсе, происходили квартирники. И вот мы там впервые выступили в 2006 году с Димкой. А, еще было рабочее название «Цеплята». — Цеплята? — Да. — Это что-то с... — Желтые рубашки у нас были просто. — А, и синие стены, наверное, да? — Мы просто думали, что-то выступить надо. Даже на «Квартирниках» мы хотели ярко уже выглядеть на «Квартирниках». Хотя обычно там человек, ну, у вас в свете в свете сидит и играет там. Нет, надо. Давай стоя, во-первых. Стоять будем на «Квартирниках», но все равно стоя, выступая. — Ну, в общем... — И в желтых ярких рубашках. — Уже тогда, да. — Уже было понятно. Вот у меня вот исполнилось 14 ноября, и хотелось как-то игра цифр 13-31. Вроде как-то надо что-то отчетное за 13 лет, вот хочется здесь, давай здесь. И меня все уговаривают, и администратор — да, давай. В итоге у всех бытовые сложности, еще что-то. Вот в итоге сам я администратор. — Главное, что ни барабанщик, ни гитарист, ни... — Да, да, да. — И сам в себе оркестр. — Да. Это очень хорошо, что у меня ребята есть, которые меня поддерживают. Олега, Коля, всем привет, Фома. Скоро тоже до тебя добегу. — Ну, я могу, чтобы все получилось. — Значит, еще раз, пятница 13-ая, дорогие друзья, не бойтесь. Конюшеная, Большая Конюшенная, дом 9, театр-студия 51, начало в 19. — 19. — 19 часов в эту пятницу. — Диджей-сет небольшой будет, очень приятный. — На разогреве, кто что за диджей? — Ким Кухарев, московский музыкант. Он работал, на самом деле, с бэтбэлансом, с локдогом, и он делает такой приятный эмбиент, наверное, что-то такое, ну, музыку не жесткую, то есть приятную. — Больше, наверное, похоже на то, что мы первое слушали, да, на «Лепрозориум». — Не, у Кима нет. У него электронная музыка — это как тэч-хаус, эмбиент, то есть это будет диджей-сет, в его музыке где-то немного, минут 20-30 он поиграет, атмосферу задаст, а потом уже начнется спектакль через паузу, драматические уже актеры начинают выходить. — А как проходят вообще репетиции, в каком формате? — Пока в музыкальном, и сейчас я встречаюсь с каждым актером по отдельности, потому что, опять же, некоммерческие проекты, очень сложно, актеры же все работают, там то есть всех собрать, созвать, в итоге мне приходится, вот я по отдельности с каждым встречаюсь, но у нас в основном подтомима пластика текстов, ну, немного текстов у актеров. — То есть они будут как, то есть нет надобности… — А не давать образы, давать образы и вовлекать как бы в атмосферу песни. — Не требует того, чтобы вот вы все вместе собрались и как бы сыграли все эти дела. — Ну, вообще очень бы хотелось собраться, возможность такой очень бы хотелось иметь, ну, во-первых, опять же, площадка, ну, мы в день концерта с ними соберем все, не знаю, сцена пройдем. — Ну, наверное, пару часов у вас будет пропитировать. — Я там с 10, с 11 утра, это же декорации, декорации надо, я тоже сам их делаю, то есть у нас даже будет там сцена повешения, извиняюсь, фото, то есть там будут небольшие даже, вот я сейчас… — В общем, будет, что в Инстаграм стали заснять, да? — Ну, да. — Кстати, об этом. Значит, я знаю, есть группа, я думаю, что, ну, вер, здесь нет, но мы ей обязательно скажем, чтобы она, да, заливала видео на YouTube, естественно, мы укажем ссылочки, ну, там, естественно, есть ссылка на личную страницу, я так понимаю, а есть ли какой-то Инстаграм или еще что-то? — Вот этим надо мне тоже заниматься, все, не успеваю. По идее, вот сейчас надо было, я спланировал к этому концерту уже создать Инстаграм-канал, ну, я из-за того, что, опять же, я все один делаю… — Ну, на самом деле, может тогда проще завести какой-нибудь твиттерочек? — Может быть, я вообще просто… — Потому что, с точки зрения информации, это интереснее. — Мне даже в интернете сидеть за компьютером – это для меня большая сложная работа. — Есть телефоны. — В телефоне есть Инстаграм, Твиттер, все что хочешь. — Я и говорю, в телефоне, даже просиживаясь, короче, мне за сообщениями, вот я сейчас занимаюсь этой работой, я с ума схожу, если честно. То есть я музыкант, я гитара, там что-то такое, а вот сидеть в экран, смотри, для меня очень большая тяжелая задача наша. — Ну, тогда понятно. — Так что, ну, скоро сделаем все. — А что не так с администратором пошло? — Ее… она работает еще в типографии, ее просто загрузили, и вот такие там долги, еще что-то, маме надо отраслать, она Сахалина, то есть… — Ну, это уже лично, я не понимаю. — Да. — А, значит… — Пришлось самому тянуть просто, вот, ну, тянула — Тяжко, я так понимаю, да. Тяжело творческому человеку собраться порой бывает. — Да, причем так собраться, что вообще надо собираться каждые, там, секунду все-таки. — У тебя телефон пиликает, у меня там куча переписок, постоянно надо что-то отвечать. — Мозг пухнет. — Вообще с ума сражись. — Скажи, пожалуйста, есть ли кто-то, кроме твоего администратора, на кого можно переложить это дело? — Естественно, потихонечку команда, ну, собирается, я вижу, как она формируется просто, я рад этому, я знаю, что сразу все не получится, в любом случае, как бы, и плюс, какая-то до этого там пауза была, это сейчас как новый период наш начался, там, Олег Горобков взял какую-то песню на сборник. — Ой, Олег, Олегу большой привет, если он нас слушает. — Огромный привет, Олег. — Вообще замечательный, я очень его люблю. Говорю под камеру, так что, все честно. — Олег, обожаю с ним вообще, на самом деле, вот один раз на эфире, на радио тоже встречался, но он чудесный радиоведущий, вот сразу позитивно, сразу чувствуешься. — Он столько шуток всяких. — Да, да, в этом-то. — Шутки, имена и даты, вот это три моих больных темы. — Да, и ни одной, ни одной паузы, просто не успеваешь даже, как бы, еще с предыдущищей смеешься, а он уже еще что-то отмочил. — Олег, привет. — Мы же с ним поработали прямо в этой студии, у нас «Рок Волна» каждую неделю была, мы здесь с кучей интересных людей пообщались, кучей всего пообсуждали, было смешно, весело, задорно, в общем. Я в какой-то степени даже скучаю по тем временам, поэтому, Олег, тебе еще раз большой привет. Давай послушаем еще музыки, потому что мы уже отговорили полчаса, а музыки у нас… — Давайте что-нибудь акустическое, потому что, опять же, записи у меня немного, ну, что она записала, тут послушаем. — Ну и все, чувачки мне понравились, и я даже себе телефон сохранил, вот прямо вот в таком виде. — Спасибо. — Единственное, что вот сейчас мне пришлось немножко ее подкрутить, потому что все-таки, ну, «Каражбенд», он все-таки зажимает. — Понятное дело. Я же ее даже, знаешь, как я ее в итоге перевел, ну, диктофон у меня есть, и на линейный вот этот шнурочек подключил от айфона вот к этому, так, джек-джек, мини-джек-джек, и все, ну, то есть, вот это вся, весь мастеринг. — Да нет, круто. На самом деле, дорогие друзья, у нас оказалось, что у нас с Александром есть общие знакомые, и почему это вообще целый каламбур, суть в чем? — Кстати, ребята тоже будут помогать, они все будут. — Они будут? — Они будут, все будут помогать, Пашка будет снимать. — Замечательно. — Никита, наверное, мы с ним не часто общаемся, я его не задействовал. — Я ему позвоню, он, скорее всего, просто будет работать, видишь, он сейчас большой молодец, очень много работает, поэтому его нет, как бы, с вами постоянно. — А так, это SLN Group тоже, привет. — Да, Паша Белый и Олегикна Андреев. Ну, кстати, Никита, он же, я так понял, шел в сольную какую-то тему. — Я все понял, да. — Работаю с ребятами. — Понял, понял. — Ну, на самом деле, скажи... — Ну, Пашка сотрудничает, как с аранжировщиком, а ушел в какой-то проект, как я понимаю. — Мне кажется, он что-то сам начал делать. — Ну, не знаю. — То есть, он как бы с ними, но, в общем, я не понимаю, там их мутки, я сейчас тоже спрошу сегодня. — Спрошу сегодня. — Практически вижусь, да, передавай приветы всем, кого знаю. Значит, так, следующая песня у нас... — Давайте ноги-ходики. — Ноги-ходики, отлично. — Все, ну, туда послушаем и поговорим. Ну... — Ну, можем Questo теперь убежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сп���альз – Не спонс Abdullah forward А.Они от righteousness Субтитры создавал DimaTorzok Когда в объятиях твоих Мы спрятались здесь, там И дом уже был нам И в нем мы нашли где Слится губа Этой землею вот Станет весь мир мой И смерть И не поверить ведь Еще не умеет терпеть Любить Так в небо прозрело Глядеть, не петь Не мыть Сидите ноги В кондики Тропинка моей Готики Дорога жизни бывшая Где ничего нет лишнего Не ваню Что о подроби ночке Мне в том задании вытали В дороге все статиночки Найди и выдели Сейчас вдали ветнеется Да нет, гони, успеется, успеется В эфире стартовая площадка Что же, дорогие друзья, мы продолжаем эфир стартовой площадки В гостях, напоминаю, у нас Александр Терещенков, группа 13 человек В прошлом объединении Лепрозориум, если кто знает это имя лучше, чем группу 13 человек Значит, сейчас у нас прозвучало многие ходики Как будто, где записывал? На кухне На кухне, вот я чувствую, что как будто вот что-то такое чисто просто микрофон подвесил И все по очереди подошли, как в семидесятых Ну да, что-то вроде того, расположились вокруг Хотя изначально даже какой-то крам, вода включается, что-то такое Маленький нос Интересно Ну, на самом деле, я скажу по секрету Такое, скажем так, звучание не совсем родильный формат В плане того, что если ты пойдешь куда-то на FM, на большие эти, в конечном итоге Это, конечно, нужно записать, мастерить и все-все-все У меня выходит в итоге где-то одна песня, чтобы записать, ну, три месяца, наверное, в итоге Где-то так, почему-то А не знаю, вот, во всяком случае, ну, опять же, как наработается, как срастется, какие музыканты Да, вот до этого у нас там Женька Познякова был, вот нам песню «Море» записывали, например Мы ее сегодня послушаем обязательно А это, как оно было, там, как бы фестиваль, джем Выгали, прошли, дали сертификат на запись Студии у меня вообще тогда своей не было То есть, ну, и сертификат дали Опа, ребят, что, давим? Ну, давай, все, готовимся И вот записали, да, потом Волим случай, в общем Ну да, волим случай А сейчас, естественно, собираюсь уже полноценный, хочется как-то концептуальный альбом сделать Не по одной песне Да, больше такая стала задача целиковая, что-то сделать И большая работа впереди, огромная В смысле, по одной песне, то есть, ни к чему не относящийся Ну да, как раньше мы все-таки там вот взяли, предложили записать Есть студия, пошли записали, да, и это А сейчас хочется подойти уже концептуально Ну и по секрету, есть какие-нибудь мысли Мысли Ну, то есть, какая концепция альбома будет? Будет Очень, ну, концепция альбома будет Именно Будут связки Будут, так же, как и спектакль, в принципе Какие-то связки в любом случае По песням С какими-то моими духовными переживаниями Духовным ростом И, в принципе, вот вся концепция есть В сюжете, наверное, моего становления Ну, то есть шансон А? То есть шансон Ты имеешь в виду... А, какого... Нет, ну просто смотри Это я не знаю Ты не представляешь, что мы сейчас играем, если честно Я сам не могу понять, что это Это между Psyhik TV, как бы и... Кого бы еще, так сказать-то Аукционом О, я понял Все аукционы, я знаю А вот первое... Пsyhik TV, это, кстати, Дженнисис Пиориш У него сейчас... Он лейкемию обнаружили Тоже собирают деньги На операцию И это очень важно, я считаю, в мире коллектив Человек, который придумал стиль Индастриал И определил вот это Дженнисис Пиориш Вроде, знаешь, ты говоришь, такие громкие Казалось бы, да Для меня это неизвестно Ну, видишь, нельзя, знаете, все жанры Они очень много придумали В любом случае, посмотри Это классная вообще Кладезь информации После эфира на бумажечку запишу А то я Psyhik TV Psyhik TV Псахик Психологическое Давайте Psyhik TV А, я понял Ну, уже понятнее Скажи, пожалуйста Давай вернемся к детству Как хотели песочные люди С чего вообще начался... Какая музыка играла в детстве? О, тихо, не надо, осторожно Я тут за пантограф А какая музыка играла в доме в детстве? Что пели? Что играли? Какие там первые песни, которые ты запомнил Там еще в школе, может... Ну, в школе, ладно В школе была с музыкальным уклонением Я так понял До школы А у меня папа очень Высоцкого любил И... Я прям чувствовал Высоцкого Он очень близко знаком был с Юрой Кукиным Я сам немножко знал Юру Кукину То есть я постоянно бардовские какие-то штуки И вот, например, у меня самая любимая песня Я не помню Вот у меня помнится из детства Там за тобой усатый пес Сейчас за тобой газету унес И мне папа это пел Вот я помню Это первые какие-то песни, которые мне запомнились Ну, в общем, не даром ты сидишь в студии ночной такси Не даром В общем, да Напоминаю, что мы, в принципе, в статую площадке приветствуем все жанры И вот о чем мы с тобой говорили в середине программы Никита Андреев Вообще наш с тобой знакомый Он приходил сюда еще в году, наверное, в 14-15 И под гитарку здесь пел, на самом деле Да, он такой в этом плане очень творческий паренек Сейчас хоть он и занимается каким-то более таким рэпом Да, рэпом, на мой взгляд, рэпом направлении Мне кажется, вы могли сыграться именно в твоем проекте Потому что у него неплохая гитарная база И во всех лагерях всегда он Чуть-чуть расскажу У меня зафузованный бас слегка с перегрузом Но чистая гитара и инструмент, соло-гитару я не использую Я использую баян как соло-инструмент То есть я вряд ли буду брать соло-гитару или вторую гитару Потому что я все-таки хочу тоже уйти, на самом деле, от роковского звучания Потому что все там что-то, все очень сейчас парятся стали Такие все очень много стилей узнали Начали уже слушать чего-то И поэтому есть возможность действительно и уйти, на самом деле Какие-то новые эксперименты по звуку Ну вот так вот у меня, знаешь Сырая гитара, баян, я хочу как-то... У меня в голове такой пример нехорошего ухода от гитары Я тебе сейчас его расскажу Ты, может быть, согласишься со мной, может быть, скажешь Да, ну и до этого было говно В общем, Linkin Park до 10-го года Road to the Revolution, вот эти все крутые альбомы А потом раз, Thousand Sons и все И это какая-то электроническая Альтернативная музыка вся на гитаре строит Вот это вот, ну тут, если Linkin Park брать К ее с каждым годом все меньше и меньше и меньше и меньше становилось И слушай, я вот не знаю, не слежу особо Я уже 10 лет почти не слежу Я уже 10 лет, наверное, кстати Я тоже не слежу Хотя сольные проекты, что у Шиноды, что у Честера Они, ну, не стоящие Особенно у Честера, там, прям ракешник-ракешник И я так понимаю, это на фоне того, что у них стало такое более попсовое, видимо, направление Потому что они, я так понимаю, даже после ухода Честера Они все равно продолжают играть И, по-моему, я даже, честно, не знаю, что у них сейчас за песни Что они исполняют, мне страшно слушать Надо, ну что, работа, не знаю Ну, ты, ну, слушай, слушай вообще их Ну, если честно, я не сильно прям Вот как-то Linkin Park для меня уже Ну, это попса, наверное, да? Ну, что-то вроде того Я постигал на тот момент группу Химера, например, внезапный Сычный Что-то такое на нашем underground, грубо говоря Либо какие-то уже там стили Естественно, мне поверхностное, что из радио Да, мне не столько Хотя мне, вот сейчас мне просто все интересно, если честно Все, что доносится Даже я анализирую Мне интересно Даже я вот к соседу захожу У него дом 2 на телевизоре Я все равно смотрю Мне интересно, что это там Убедиться лично, что это не стоит смотреть, да? Это триндец Но это тоже Там же используются инструменты какие-то, как бы Медиа Ну, просто все классические там все, как бы Гитара, диджей, две гитары, барабанщик и вокал Ты это про что? Не, я про дом 2 Не, не, не Там медиа, вот как они пользуются вообще психологическими приемами То есть я вот сижу и размышляю Это круто, кстати, это круто Ну, в общем, рекомендую тебе обратиться к Линькин Парку все-таки Я, да, все-таки, во-первых, потеряли такого человека, как бы, очень мощного Слушай, я реально грустил То есть вот когда не стало Майкла Джексона, ну, не стало, как бы Вот когда, вот первая грусть за другой, ну, типа, за такой медийной личности Это был Стив Джобс в 11-м году И я прям, я, например, такой, блин, расстроился Я сейчас, я даже, я вот не могу сказать, потому что у меня очень много погибло знакомых и музыкантов за последние Я не могу даже сказать, кто меня, вот Я в шоке что-то постоянным сейчас, последнее время достаточно часто Ну, последние пару лет, да, на самом деле, не только в общей, как бы, медийной сфере, но и среди близких тоже не куда-то все уходят, к сожалению Ну, не будем о грустном, не будем о грустном Вот что касается таких личностей, вот реально, типа, как Честера То есть, ну, потому что я под его песней и радовался, и плакал, там, и грустил, и там, и переживал, и все, вот, и тут его самого не стоит И ты такой, блин, вообще ужас И этого, забыл, кого зовут из Продиджи Вот, Кейт Флинт, вот для меня, вот это одно из, Децл, вот тоже, если честно Децл вообще, я охренел, я реально думал, как знаешь, Класс Джексон, что да нет, да фигня, да он живой Да, да, там еще был просто такой какой-то ореол, еще этот клип какой-то там Ты, кстати, видел на Ютубе, у него буквально за пару месяцев до трагедии есть такой канал Моно Нет, нет То есть, прикол в чем, то есть, на канале практически нет ничего, кроме черно-белая картинка, висит микрофон Выходит, как кто-то из певцов и просто зачитывает То есть, ну, сейчас выйдем, я тебе покажу, это реально круто То есть, я, вот, это, я тогда для себя Децла заново открыл, я такой, о, мужик, ты и так можешь, типа, и он, ну, то есть, это реально круто Да нет, Децл круто в любом случае, во-первых, в таком возрасте пережить вот то, что он пережил Ну, прикинь, когда от тебя все отворачиваются Да я вообще не представляю, как у него психологически вообще, ну, как он там, ну, сильный человек в любом случае Согласен, что ж, на самом деле, 15 минут осталось, давай еще пару, давай блок песен, давай две песни сразу включим Море тогда, да И давай пойди ко мне звезда, Тимкину Вот, послушаем и расскажешь про них Все, дорогие друзья, полетели Субтитры сделал DimaTorzok Город от пущенной земли Больше не достанется силы От луны до солнца Три оконца Чуть пониже пробегает двор И заторно прыгает забор Озорные дети На планете Но с неба надвигается волна Видимо, осталась ты одна Земля Зима Море, море, море Отпустите корабли Моряков Родные ждут у берегов Небо, небо, небо Опустите до земли Земляков От прилива до прилива Буду счастлив, будь счастлива От прилива до прилива Буду счастлив, будь счастлива Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Что это за песня? Я так понимаю, ты писал её в соавторстве. Это вообще не моя песня. Это вообще не моя песня. Хотя, возможно, даже она сама мелодия... Это песня Тимофея Смирнова. Это вот сын дяди Витти Смирнова. Как мы... В принципе, нас вот чем-то он и познакомил. Царство Небесное, его погиб уже давно. Он служил в Чечне. И, как я понял, вот после этого... Может быть, аккорды дворовые, что-то типа того, мелодия. Но стопудовый текст... Он... Я понимаю, что это его, это Тимкин текст. Никто этого не мог, он другого написать. Вот. И очень чудесная песня. Ещё со двора, когда я в Камчатке, там попал во двор Камчатки в 2005 году, вот я эту песню, очень сильно в неё влюбился. И в Тимофея влюбился, как он её исполнял. Потому что он действительно очень крутый исполнитель был. Вот. Чуть-чуть вкратце вот и рассказал. Песня не моя, Тимкина. Я как дань памяти, я очень рад, что мы её записали, вообще, эта песня, что она есть, вот её можно послушать, что люди её... Замечательно. А она будет 13-го числа? Да, конечно. Обязательно. Я понял. А, кстати, Дядя Витя-то будет? Дядя Витя не знаю, я так понимаю, что он гастролирует, и его очень сложно... С моим крёстным, кстати. Разума, да-да-да-да. Так что... Дядя Витя здесь на баяне играет в записи, хотя... Ой, замечательно вообще. Значит, душой, музыкой всегда Дядя Витя с нами. Значит, дорогие друзья, напоминаю, в гостях у меня был сегодня Александр Терещенков, группа 13 человек. Также это было творческое объединение Ле Прозориум. И всё вот в этом духе, дорогие друзья. Обязательно переходите вниз по ссылочке, в группы. И, значит, самое главное, спонтанное, неподготовленное желание всем слушателям, которые тебя услышат, которые твои... Приходите все, приходите. Я хочу вас всех видеть. Очень хочу. Прям мантры читаю. Приходите, приходите, приходите. Так что вот, дорогие друзья, пожелания от нашего сегодняшнего гостя. Обязательно приходите, приходите, приходите. И на этом всё. Наш час подходит к концу. С вами был Аркадий Фрумин и Эльвира Фрумина. Но она нас покинула. Но мы не будем на неё обижаться. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»